Девушки отдыхают Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. Сегодня у нас особая тема – праздник Кущий. На еврите он называется «суккот», что значит «палатка» или «временное жилище». Давайте поговорим о праздниках. Три раза в год евреи должны были приходить к Господу для соблюдения праздников. Тут скрыта интересная мысль. Да, мы поклоняемся Богу дома, но Бог также желает, чтобы мы выбирались в церковь и собирались вместе с Божьими людьми. Именно так и делали евреи, особенно в эти праздничные дни. Эти праздники демонстрируют Божью программу искупления, а также это пророчество об Иисусе. Он исполнил все эти праздники вовремя. Бог всегда выполняет свои планы вовремя. На еврите есть два слова, обозначающие праздник. Первое – это «мэйдзим», что значит «назначенные времена». А второе – это «микро», что значит «святые сборы» или «собрания», или «генеральные репетиции». Это были пророческие генеральные репетиции в назначенное время. А затем Мессия исполнил все это. А теперь давайте быстро посмотрим эти праздники. Весенние праздники отмечались в первом месяце Ниссан, и они были пророчеством о первом приходе Мессии. В первую очередь это Пасха. На десятый день месяца пасхального ягненка отбирали, чтобы потом принести в жертву 14-го. Это прообраз Христа. Он был отделен за четыре дня до своего распятия во время триумфального входа в Иерусалим. Он был представлен лидером Израиля. Они осмотрели его и определили его на смерть. Затем он умер. Пасхальных агнцев убивали в храме. Так и Иисус был убит, распят, как наш пасхальный агнец, и слава Богу за это. Затем 15-го Ниссана наступал праздник опресноков. В конце 14-го дня евреи убирали из своих домов все квасное. Закваска – это символ греха. А с 15-го числа начинался праздник опресноков, и они могли есть только пресный хлеб. Удаление всего квасного – это прообраз того, что сделал Христос 15-го Ниссана, когда Он был погребен. Он удалил наш грех. Он убрал грехи всего мира. А на следующий день, 16-го Ниссана, наступает праздник первых плодов. Он всегда отмечается в воскресенье, на третий день после Пасхи. А в этот день первые плоды, урожая ячменя, поднимались перед Богом, чтобы Бог принял их. И в тот самый момент, когда они делали это, Иисус, наш первый плод, поднялся и был принят Богом от нашего имени. Принятие первых плодов урожая служило гарантией последующего урожая. Получается, что наше воскресенье гарантировано, потому что Иисус – первенец грядущего урожая. Как видите, Иисус исполнил все праздники первого месяца. А 50 дней спустя наступала Пятидесятница. Это было время урожая зерновых. Люди собирали пшеницу и чмень, и когда все было собрано, они приносили это Богу на праздник Пятидесятницы. Это символ эры церкви и урожая этой эры. Я считаю, что она началась и закончится на Пятидесятницу. Мы живем во времена Пятидесятницы, и все мы – Пятидесятники. Неважно, осознаем мы это или нет. Итак, праздники первого месяца Иисус исполнил во время своего первого прихода. Опять же, Пятидесятница – это эра церкви, которая закончится Вознесением церкви. После этого идут летние месяцы. Это время, когда созревают различные фрукты и овощи той земли, оливки, виноград, инжир. А затем в седьмом месяце наступает последний праздник – кущи. Кущи – это праздник сбора урожая. Когда собирают урожай всех плодов, и наступает время Великой Радости в конце сельскохозяйственного года. А первые плоды этого урожая приносились Богу. Итак, первые праздники стали прообразом Первого Пришествия, а праздники седьмого месяца – это прообраз Второго Пришествия. А между ними – эра церкви. Праздник кущи также называют праздником сбора или собирания. Давайте посмотрим на первое упоминание этого праздника в Исходе 23 главе. Это 14 стих. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле». Это Пятидесятница и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Во время Второго Пришествия Христа все плоды земли со всех поколений будут собраны в Царство Божие, исполнив тем самым последний праздник сбора урожая. На праздник кущей всегда было очень радостно. Люди благодарили Бога за полный урожай, потому что это был конец сельскохозяйственного года и время отдыха перед началом года нового, когда они снова начнут сеять, ну и так далее. А также они молились за дождь в следующем году, чтобы в следующем году тоже был хороший урожай. Дожди начинались в октябре, чтобы размягчить почву для пахоты и сеяния. Этот праздник был в конце года, а это означает, что куща — это символ исполнения Божьих целей. То, что началось на Пасху, придет к полному завершению во время кущи. Это время великой радости, потому что оно говорит о том, что конечная цель Бога в истории исполнена. А что же будет? Куда движется история? Какой Божий план для его людей? Вот на какие вопросы отвечает праздник кущи. Он говорит об излиянии Святого Духа, о сборе урожая душ в Божье Царство в конце времени. И, конечно же, это время великой радости. Исход 34 глава, 22 стих. И праздник седмиц совершай, праздник начатка вжатвы пшеницы — это Пятидесятница, и праздник собирания плодов в конце года. Это был праздник радости и благодарения за собранный урожай. Израилетянам было велено веселиться перед Богом семь, а иногда и восемь дней, благодаря Его за Его обеспечение и Его присутствие рядом с ними в течение года. Поэтому в книге Левит сказано, «Веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней». То есть в это время была сплошная радость, но этот праздник всегда наступал через пять дней после Дня Искупления. В этот день приносилась искупительная жертва за грехи Израиля. Только благодаря искуплению они могли быть под Божьей милостью и благодатью, и Бог мог быть с ними на праздник кущий. Это пророческая картина того, что Израиль в итоге исполнит праздник искупления. Они покаются в своем грехе и примут Христа и Его искупление для них. И только на основании искупления они смогут войти в праздник кущий, который символизирует, что Бог и Его Дух теперь среди них. В Талмуде сказано, что тот, кто не был на празднике кущий и не видел церемонию проливания воды, она называется «Симхат Бетхашуэба», о ней мы поговорим, кстати, в следующий раз, тот не видел радости в этой жизни. Вот какая это была радость. Кущи были известны просто как праздник, потому что это был самый грандиозный праздник, самый веселый, самый масштабный, кульминационный праздник в году. Это также было время свадеб. Тогда весь урожай был собран, и впереди было несколько недель отдыха. Позже он был назван время нашей радости. И вы соблюдаете этот праздник, когда радуетесь. Обратите внимание на акцент на радости во Второзаконии 16 главе. Праздник кущий, совершая у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. «И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Заметьте, что всем велено веселиться. Что бы с вами ни происходило, вы должны отложить это в сторону и должны радоваться. Семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебе Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих. «И ты будешь только веселиться». Буквально это означает, тебе не остается ничего, кроме как радоваться. В то время перед Господом колыхали четырьмя растениями. Сказано в первый день, возьмите себе ветви красивых дерев. В наши дни используется цитрон. Он немного похож на лимон. Его называют «этрок». Этим махали перед Господом в знак благодарности за урожай. А еще приносили три ветки разных растений, связанные вместе в так называемый лулав. Туда входили ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных. Это ветви мирты и верб речных. «И веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Нужно было махать этими ветвями перед Господом и радоваться. Люди собирались вместе и махали этими ветками в шести направлениях на север, на юг, на запад и на восток, вверх и вниз. А также в это время они молились «Асанна, Господь, спаси нас, сейчас и пошли нам процветание, шалом». Эти ветки были символом молитвы и благодарения. Верба растет только у воды. Когда поднимаются ее ветви, то это молитва за дождь и за излияние Духа через Мессию. Пальмовые ветки всегда символизировали национализм, молитву за свободу от врагов и за независимость. Вот почему люди махали пальмовыми ветками, когда Иисус въезжал в Иерусалим. Тем самым они говорили «Асан, спаси нас от римлян». В конечном счете это была молитва о приходе Мессии и победе над врагами, а также за независимость их народа. А мирт символизирует шалом, мир и процветание. Опять же, это молитва о приходе Мессии и о том, чтобы Он принес мир, радость и Свой Дух на землю. Они говорили «Спаси нас, Господи». Он вернется на праздник кущей, Он придет и освободит их от их врагов. Он изольет на землю Свой Дух и соберет на земле весь Свой урожай. Оба прихода Иисуса на землю произошли во время кущей. Он родился на кущей и вернется на кущей. Также для этого праздника люди строили сука, шалаш, поэтому этот праздник называется еще и праздником шалашей. Это временное жилище, в котором они жили во время всего праздника. Левит 23.34. С пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей. Семь дней Господу. Первый день священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание да будет у вас. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Итак, праздник длится семь дней, но упоминается также особый восьмой день. Это не часть праздника кущей, но он с ним связан. Это день после кущей, день отдыха и последний день особого праздника в году. Восьмой день — это прообраз вечности, когда все праздники будут полностью исполнены Христом. Тридцать девятый стих. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуете праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное, в роды вашем. Седьмой месяц празднуйте его. Затем сказано в кущах, живите семь дней. Всякий туземец, израилетянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. И люди строят такие шалаши, чтобы жить в них семь дней. Крыша не должна быть идеальной, в ней должны быть отверстия, чтобы видеть звезды и чувствовать дождь. Так они вспоминают свои блуждания по пустыне после выхода из Египта, когда у них не было домов, а только палатки. Особенно они должны помнить, что все это время Бог жил посреди них в своей палатке в Скине. Они видели его славу. Столб огненный ночью и столб облачный днем. Как видите, смысл праздника кущей в том, что Бог обитает со своим народом. Вот почему это последний праздник. Конечная цель Бога — поселиться и жить со своими людьми, жить в них. Вот почему Иисус умер за нас на Пасху, чтобы мы могли войти в славные кущи, где Бог с нами и в нас. Он не просто спас нас от ада, но и сделал это, чтобы мы объединились с Ним навсегда в общении и любви, и чтобы мы имели в себе Его славу и Его дух. Суть кущей — это присутствие Бога и Его славы с нами и в нас. Но это возможно только через жертву. Например, на праздник кущей в жертву приносили 70 быков. Первый день — 13, во второй — 12 и так далее. Об этом написано в числах 29 главе. Это прообраз жертвы Христа за все народы, потому что в Бытии 10 главе сказано, что число народов достигло 70. Поэтому кущи — это также время молитвы за народы, чтобы они познали Бога Израиля, а также молитвы за урожай народов. Как мы видим из Захарии 14 главы, это был праздник народов. Видение праздника в том, что все народы соберутся и поклонятся Господу. Исполнение праздника кущей состоит из двух этапов. Номер один — это проживание Бога в Скинии во временном жилище. Именно это сделал Иисус во время своего первого пришествия. Он поселился среди нас на короткое время. А еще Иисус родился на праздник кущей. Сказано, что слово стало плотью и обитало среди нас. Этим Он исполнил пророческий смысл кущей. Но если символом первого пришествия была Скиния, временное жилище, то символ второго пришествия — это храм Соломона. Скиния и храм символизируют два прихода Христа. И две фазы нашего существования как храмов Святого Духа. Сейчас наше тело — это палатка, временное жилище Святого Духа. Таким образом, праздник кущей исполняется в нас, если мы рождены свыше. Но когда Иисус вернется, мы получим вечное здание, воскресшее тело. Это будет как вечное здание, которое просуществует вечно. Итак, сейчас Бог в нашей временной Скинии, но Он также будет и в нашем вечном храме. Христос исполнил праздник кущей во время первого пришествия, родившись во временной Скинии. А также Он исполнит его во время второго пришествия во славе, в вечном воскресшем теле, сияя славой Божией. Каждый приход Христа переводит людей на новый этап исполнения праздника кущей. Скиния с Духом Божиим внутри символизирует нас сейчас, во Христе, но в наших временных телах. А храм Соломона символизирует нас в наших воскресших телах. Любопытно, что открытие храма Соломона состоялось на праздник кущей, потому что это было праздничное событие. Там мы видим общие молитву и хвалу народа, а также видим храм, наполненный славой. Сказано, и собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израиля, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились и словословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Мы с вами живем во временной скинии, но если мы приняли Христа, то праздник кущий исполнился в нас, потому что теперь внутри нас Дух Божий, и Его слава, как это было в Израиле. Поэтому мы можем радоваться, но грядет еще более великое исполнение этого праздника, потому что однажды мы получим наши вечные воскресшие тела, и слава Божия из нашего Духа будет высвобождена полностью. Так мы войдем в окончательное исполнение праздника кущий, символом которого является храм Соломона. Иисус исполнил кущий, потому что родился на праздник кущий. Во втором году до нашей эры, в Евангелии от Иоанна, первой главе сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами, временно поселилось, поставило палатку среди нас, полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Это исполнение кущий. Бог и Его слава с людьми. Бог разбил палатку прямо среди нас, в лице Иисуса Христа, и как установил свою палатку посреди Израиля, и они видели Его славу, также Он установил среди нас Свою палатку в виде Иисуса Христа, и мы увидели Его славу. Рождение Иисуса было очевидным исполнением праздника кущий. Он должен был родиться в праздничный день. Праздники использовались для всех важных событий в истории. А это событие было невероятно важным. Иоанн Креститель был зачат после того, как Его отец Захария закончил свою неделю служения в храме. Он был частью восьмой из 24 групп священников, которые по очереди служили в храме. Это была группа Авии. Так мы можем рассчитать, когда именно это произошло. А еще мы знаем, что Иисус был зачат через шесть месяцев после Иоанна на Хануку. Если мы добавим к этому 280 дней идеальной беременности, то получается, что Иисус родился на праздник кущий. От зачатия Иоанна мы можем перейти к его рождению, а затем добавить еще шесть месяцев для Иисуса. Так мы можем рассчитать, что Иисус и правда родился на праздник кущий. В Евангелии от Луки сказано, в той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Это указывает нам на то, что Иисус не мог родиться зимой, иначе овцы не могли бы находиться ночью на поле. Было бы слишком холодно, то есть это не могло произойти в ноябре или еще позже. Пастухи разбили лагерь на поле. Они делают это до сих пор в определенное время в году. В районе праздника кущий. Потому что до этого овцам нельзя было находиться на поле, иначе они могли съесть или потоптать урожай. Но в сентябре или октябре, когда весь урожай уже собран, и до пахоты, и посевной в конце октября, фермеры разрешали пастухам разбивать лагеря на полях. Так овцы могли помочь съесть оставшуюся стерню от собранного урожая и удобрить поле. Получается, что где-то в районе праздника кущий ангелы явились пастухам. Поэтому рождение Христа — это явное исполнение праздника кущий. Еще одно подтверждение — это то, что Иисус прожил 33,5 года. В 30 лет Он был крещен, а затем у Него были 3,5 года служения. Если отсчитать от праздника кущий ровно 33,5 года, то получится Пасха 33 года, когда Иисус умер на кресте. Как видите, все сходится. А еще Иисус был крещен в праздник кущий, потому что это случилось на Его 30-й день рождения. Его крещение было событием как раз для кущий, потому что Его храм был посвящен Богу, и Дух Святой сошел на Него, как и слава Божия наполнила храм Соломона на праздник кущий. Мы видим это в Евангелии от Луки 3 главе. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30-ти. На самом деле эти слова написаны курсивом, то есть это дополнение переводчика. Буквально тут сказано, «Сам Иисус начал, будучи около 30 лет». Иными словами, Ему только что исполнилось 30, то есть Он вошел в служение в преддверии Своего 30-го дня рождения. Но даже слово «около», которое некоторые люди воспринимают так, будто бы Ему могло быть и 35, и под 40, кажется, что «около» означает что-то неточное и расплывчатое, но когда оно стоит возле числа, то означает точность. Например, Деяние, 13 глава, 18 стих. «И около 40 лет времени питал их в пустыне». Но мы знаем, что израилитяне ходили по пустыне ровно 40 лет, с точностью до одного дня. Также и манна прекратилась ровно через 40 дней. Деяние, 19 глава, 7 стих. «Всех их было человек около 12-ти». Речь об учениках, которых Павел крестил в Ефесе. Но их было ровно 12, поэтому, когда сказано, что Иисусу было около 30 лет, это означает, что Ему было ровно 30. Следовательно, если Он родился на Куще во втором году до нашей эры, то 30 лет спустя Его день рождения тоже должен был выпасть на праздник Кущей. Так мы видим, что Иисус исполняет все вовремя. Он вовремя исполнил Пасху, умерев, как наш пасхальный агнец. Своим погребением Он исполнил опресники, убрав от нас наши грехи в глубины земли. А затем Он исполнил праздник первых плодов, воскреснув из мертвых. И быв, предложен Господу, как и первый плод. А в день Пятидесятницы Он излил Дух Святой на нас. Я думаю, что это еще не все. И в будущем праздники также будут исполнены. В день искупления, в будущем, Израиль покается. Они увидят того, кого они пронзили. Они увидят Христа глазами веры. И они будут плакать о Нем, как о первородном Сыне. Они осознают, что Он Сын Божий, и примут Его. Это будет в день искупления. Потом они начнут молиться о Его возвращении. А затем Он придет и спасет их на праздник Кущей. Иисус вернется в силе и славе, и покроет землю своей славой. И Он соберет все праведные плоды земли, праведников, которые умерли давным-давно, праведников из всех поколений, и они воскреснут. Плод земли будет собран и принесен в Царство Божие. Вся стерня и плевелы, все грешники будут удалены из земли и брошены в огонь, потому что это время жатвы в конце времен. Написано, что в это же время Иисус потопчет виноград. Армии врага в долине Армагеддон будут растоптаны им, как виноград в давильне. Затем Он соберет последний урожай, и это будет исполнением праздника Кущей. Так будет собран урожай всей земли. Аллилуйя! А затем Он наполнит землю своей славой. Как видите, Иисус исполнит все праздники. Он уже исполнил первый этап праздника Кущей, родившись в этот день. И если мы принимаем, то Кущи исполняются в нас. На следующей неделе мы еще больше поговорим о празднике Кущей, потому что у меня еще много ценной информации. Но я хочу сказать вам, что вы можете радоваться, что праздник Кущей исполнился в вас. Дух Божий живет в вас, и вы можете радоваться этому, потому что вы навечно соединены с Богом. А также вы можете радоваться будущему исполнению этого праздника, потому что однажды у вас будет не просто палатка, а целый храм, вечное здание от Бога, которое будет вечно наполнено славой Божией. И совсем скоро Иисус вернется на праздник Кущей и установит свою славу на всей земле. Аллилуйя! Хвала Богу за это! Поэтому, пожалуйста, не пропустите нашу программу на следующей неделе. Я расскажу вам очень много интересного о празднике Кущей и об остальных праздниках Господнях. Будьте благословенны! Хочу предложить вам набор исцеления. В него входит книга «Исцеляясь». В ней находятся пошаговые инструкции того, как вы можете получить исцеление. Но вторая сторона исцеления — это здоровье и долгая жизнь. Поэтому вторая книга называется «Ключи к долгой жизни». Нам нужно знать Божьи обещания о долголетии, чтобы мы могли исполнить Его план для нашей жизни. И сегодня я предлагаю вам обе эти книги за 15 фунтов стерлинга. А еще в набор ходят диски на эту же тему. Обычно стоимость одного диска — 20 фунтов, а сейчас все восемь за 15 фунтов. Итак, я предлагаю вам эти книги за 15 фунтов. Для заказа воспользуйтесь контактной информацией на экране. Субтитры создавал DimaTorzok